МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР ХАКАСИЯ МОБИЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКА Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Не дали утонуть. Жители Усть-Абакана спасли из полыньи Ниву с прицепом. Влюбленная бабуля. В Абакане появилась фанатка столичного актера Виктора Логинова. На протяжении недели женщина поклоняется афише с изображением актера. Сезон степных пожаров открыт. На этой неделе сразу несколько населенных пунктов республики спасатели защищали от огня. Это видео к нам в редакцию принесли телезрители из Усть-Абакана. Все произошло в минувшие выходные. Жители Абакана ехали на рыбалку, на Красноярское водохранилище. И в районе села Абакана Перевоз угодили в полынью. Мимо проезжали жители Усть-Абакана, в числе которых был и главарой центра Виталий Панин со своим сыном. Они помогли вытащить Ниву Шевроле из воды. Несколько секунд этой операции школьник успел снять на свой мобильный, а затем присоединился к спасательной операции. Никто из людей не пострадал, а утонувший автомобиль удалось вытянуть из воды без привлечения спасателей. Между тем, именно сейчас выход на лед особо опасен. Сверху лед кажется прочным, но внизу он уже подмывается водой. Так что обмануться в прочности может каждый. Жителям Самары совсем не обязательно выезжать на лед, чтобы промочить свою машину. Достаточно прокатиться по местной улице Карла Маркса. Большая лужа в Самаре. Видео с таким названием появилось на этой неделе на просторах интернета. Местные мобильные репортеры не поленились и провели аэросъемку. Потому что с земли масштаб этого временного водоема оценить невозможно. Создается впечатление, что лужа разлилась на протяжении всей улицы. По крайней мере, воду на проезжей части видно до самого горизонта. В комментариях пишут, что только в России дороги строят не для того, чтобы по ним ездить, а для того, чтобы по ним плавать. Такая обстановка на дороге объясняется обильными снегопадами. В Хакасии, наоборот, этой весной наблюдается нехватка влаги. Осадков зимой практически не было. Как следствие, степные опалы. На этой неделе спасатели десятки раз выезжали в поля тушить возгорание. В тех случаях огонь вплотную подбирался к населенным пунктам. В Черногорске в зоне пожара оказались две АЗС. А в Усть-Абаканском районе фронт пожара составил 15 километров. Пожарные просят быть внимательными и не проезжать мимо небольших палов травы. По возможности их необходимо тушить, а не стоять и не снимать все на видео, как сделали герои следующего ролика. Правда, мобильные репортеры не просто решили снять на телефон возгорание, а попытались сфотографироваться на фоне ЧП, сделать так называемое селфи, за что и поплатились. Из кадра их случайно смыли пожарные. А этот видеоролик инструкции о том, как не надо заправлять бензиновую зажигалку. Молодой человек добавил в корпус бензина, при этом облил весь стол, зажигалку и свои руки. И принялся чиркать. Кремень упорно не давал искру, но оператор был настойчив. Результат не заставил себя ждать. Жителю Абакана Вячеславу Воронкову удалось снять настоящую фанатку Виктора Логинова. Столичный актер приезжал в Хакайсию на гастроли. По словам очевидцев, женщина в течение недели ходит к драмтеатру имени Лермонтова, где 16 марта было выступление артиста и поклоняется афише, на которой размещена масштабная фотография актера. А эту бабушку фанаткой назвать сложно. Скорее всего, она верная поклонница французской музыки. Бабу Лиду сняли в московском метро. Мобильному репортеру она сказала, что очень любит творчество Шарля Азнавура и знает наизусть весь его репертуар. Хотя ни слова не понимает по-французски. Теперь пол Москвы ищет эту бабулю, чтобы купить ей билет на концерт любимого артиста, выступление которого состоится в столице 22 апреля. Героиня следующего видеоролика поклонница здорового образа жизни. Ее мобильный репортер застал на спортплощадке. Судя по тому, что на бабулю никто не обращает внимания, к тренировкам пожилой женщины уже привыкли, помимо физических упражнений, некоторые из которых весьма сложны в исполнении, бабуля поет частушки исключительно на тему здоровья и физкультуры. От физкультуры будет подвижный гибкий стан. Вам позавидовал бы Тарзан. Физкультура всем нужна. Ура, 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 ура. Дачный сезон совсем близко. В интернете появилось ноу-хау от деревенских мальчишек. Изобретение значительно облегчит физический труд огородника. Мальчишки установили мотор на обыкновенную тачку. Теперь в тележке можно не только перевозить землю и перегной, но и съездить в магазин за покупками. В интернет-сообществе задались вопросом, нужно ли получать водительское удостоверение, чтобы управлять таким транспортом. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и на нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, присоединяйтесь к группе «Мобильный репортер» Хакасия во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас каждую субботу на канале «Россия-1» в 10.50 и на канале «Россия-24» в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся!